Тема моего доклада сегодня – «Человек, встретивший учителей» Генри Стилл Алькотт. Итак, когда Генри Алькотт впервые столкнулся с учителями, это было когда он работал с Блаватской, и он получил представление о них благодаря этой своей работе. И гораздо позже в своей жизни он описал свое впечатление об этом в шеститомнике «Листы Старого Дневника». И вот, что он написал. «Я был готов просто к тому, чтобы смотреть на них, как на людей, как на моих смертных собратьев, более мудрых, открытых, бесконечно более продвинутых, чем я, но только потому, что они предшествовали мне на обычном пути человеческой эволюции». И это был отрывок, который станет основой для моей проповеди сегодня. И пусть вас не вводят в заблуждение о моем использовании слова «проповедь». Я не собираюсь проповедовать вам. Вы знаете, я этимолог, то есть тот, кто изучает происхождение слов, не энтомолог, потому как эти изучают жуков. Но слово «проповедь» на самом деле происходит от латинского слова «беседовать». Таким образом, я намерен обсудить с вами сегодня этот текст, одно предложение, которое Алькот написал в своем впечатлении о природе учителей. В этом предложении Алькот говорит о трех вещах. Он говорит о себе. Предложение начинается с «я». Он говорит об учителях, которых он называет ими. И он говорит о том, что то, чем учителя отличаются от него, произошло в результате эволюции. Так что это три вещи, о которых я собираюсь говорить сегодня. Эволюция, учительство и Генри Алькот и его взаимоотношениях с учителями. Итак, давайте начнем. Первая эволюция. Эволюция была доминирующей темой в западном мире с тех пор, как Чарльз Дарвин и Альфред Тараса Уоллес независимо друг от друга выдвинули теорию естественного отбора наряду с наследовательностью и изменчивостью, как средство сохранения и распространения эволюционных изменений. Все знают и Уоллеса, и, извините, все знают Дарвина. Но немногие знают, что, к той же теории, что и Дарвин, независимо от него, пришел и Уоллес. Между прочим, Уоллес был другом мадам Блавацкой. И она очень хорошо отзывалась о нем. На самом деле, они пришли к теории эволюции независимо друг от друга. Дарвин долго работал над ней и боялся публиковать, потому как он понимал, что это доставит ему разного рода проблемы. И как-то он получил письмо от Уоллеса с описанием теории эволюции Уоллеса, которая была точно такой же, как и у Дарвина. Фактически, рукописно изложив свою теорию, Уоллес спрашивал мнение Дарвина о ней. И, конечно, все мы знаем, что ученые абсолютно не эгоистичны. Не так ли? Что ж, это был тот импульс, который был необходим Дарвину, и он, мол, не мог позволить Уоллесу опубликовать его теорию раньше. И, к чести Дарвина, он объяснял эту теорию и как свою, и как теорию Уоллеса. Таким образом, он давал Уоллесу независимое признание его заслуг. Но его революционная книга «Происхождение видов» была опубликована в 1859 году, и после этого тема эволюции стала доминирующей в западном обществе. Открытие 20-го века генов и их мутации объяснило, как возникают вариации. Взгляды Дарвина не дают понятия, откуда берутся эти различия. Он только знал, как они сохраняются, и множество. Теперь мы лучше знаем гены и то, как они на самом деле возникают. Совсем недавно появилось новое научное движение под названием «Биология эволюционного развития», также называемое «Эво-Дево» для краткости, которое продемонстрировало, как наследственность способствует эволюционным изменениям. Недавний номер New York Times, фактически буквально за последний месяц, включает в себя целый раздел об эволюции. Таким образом, эта тема все еще находится в стадии разработки в учебном мире. Сегодня, так называемая «теория эволюции» является признанным фактом. И это средства, с помощью которых происходит физическая эволюция. И эти средства широко известны, исключая некоторых догматических религиозных фундаменталистов. И я мог бы добавить к ним трех политических кандидатов в президенты, угождающих ему. За исключением тех людей, не сомневающихся в реальности научной концепции эволюции путем естественного отбора. Однако, научная концепция – это еще не все. Концепция эволюции веками была частью индийской мысли, а также принято теософической мысли. Мадам Блавацкая в «Тайной доктрине» писала, цитата, «Идея дарвинговской эволюции борьбы за жизнь, превосходство и выживание среди наиболее приспособленных, среди сонного вверху и сонного внизу, красной чертой проходит через оба тома нашей работы, ранней работы разоблаченной из виды, но эта идея была не нашей, а античной». Теософическая традиция, хотя и охватывает эволюцию, но с некоторыми отличиями от обычной научной концепции. Во-первых, в то время, как научная эволюция в основном центрируется на изменениях в материальных формах, теософическая эволюция постулирует три независимых, но взаимосвязанных развития. И здесь я собираюсь представить вам небольшую цитату из «Тайной доктрины» по этому поводу, и я собираюсь вернуться к тому, что когда-то делал поэт Роберт Фрост, знаком ли вам современный английский поэт Роберт Фрост? Он каждый год приезжал во Флориду, где мы с женой жили, на небольшой зимний отпуск, и он платил за это чтением стихов в колледжах по пути. И он читал свои стихи, и ему нравился стихотворный слог, который, конечно же, принадлежал ему, но то, что ему особенно нравилось, он останавливался на середине и говорил, «Теперь послушайте следующую строку, насколько она хороша». Итак, послушайте следующую цитату, она хороша. Володская пишет, «Теперь становится ясно, что в природе существует тройственная эволюционная схема образования трех периодических упадки, или проводников, или способа выражения, или, скорее говоря, она, три отдельные схемы эволюции, которые в нашей системе неразрывно переплетаются и смешиваются в каждой точке. Это монадическая или духовная, интеллектуальная и физическая эволюции. Хорошо. Наука, конечно же, занимается только третьей из этих трех схем – физической эволюцией. И это потому, что наука может рассматривать только материальную реальность, реальность, которую можно объективно изучать и измерять. Но интеллектуальная и духовная эволюции также реальны, хоть они и не проявлены, равно как и не могут быть измерены. Итак, это первое отличие теософии от науки и ее концепции эволюции. Она рассматривает не только физическую эволюцию форм, но и эволюцию разума, являющаяся нашей реакцией на окружающий мир, и эволюция духовности, являющаяся восприятием наивысшей реальности Вселенной, что, по сути, является собой единственным всего сущего. Второе отличие теософической эволюции от научной состоит в том, что она признает не только причины, которыми занимается наука, но и цели. Иными словами, этот подход теологичен, то есть связан с конечным результатом. Теософия утверждает, что эволюция имеет основной замысел и причину, а именно более тонкое выражение через физическую или материальную эволюцию, расширение создания через интеллектуальную эволюцию и возвышенное осознание наивысшего единства существования через духовную эволюцию. Лавадская говорила, «Весь порядок природы свидетельствует о поступательном движении к высшей жизни, наличии замыслов в действии, казалось бы, самых слепых сил». Наука занимается исключительно причинами, но теософия рассматривает эволюцию так же, как прогресс, развитие, замысла и контроля. Но знаете замысла, не предполагающего дизайнера. Скорее, он не подразумевает личного Бога, создающего вещи. Скорее, замысла, заложенного во всем во Вселенной, с его выражением через эволюцию, работающего изнутри наружу. Лавадская пишет, «Вселенная работает и направляется изнутри наружу. Весь космос управляется и оживляется почти бесконечной последовательностью и иерархией разумных существ. У каждого из которых есть миссия для выполнения, которые являются посланниками». Здесь, конечно, она имеет в виду эти логические значения слова «ангел», то есть посланник, являющимися посланниками только в том смысле, что они являются проводниками кармических и космических законов. В этом теософическая эволюция отличается от того, что сегодня называют разумным замыслом, который может быть не более, чем попыткой внедрить аварамического Бога в то, что мы должны быть чистой наукой. Теософическая эволюция также рассматривает человеческое состояние как часть обширной панорамы, гораздо больше, чем научная эволюция. Человеческая жизнь развивалась из животных, растительных и минеральных форм, предшествующих ей, и его будущая эволюция направлена в еще более тонкие, более обширные и более единые состояния бытия. Большинство из нас настоящим являются лишь отчасти людьми. Мы еще не совсем таковы. Мы развиваем наш человеческий иррациональный ум, но мы делаем это в рамках эмоционального диктата. Теософический способ говорить об этом состоит в том, чтобы сказать, что мы принадлежим к пятой расе, которая является расой, развивающей ум, но мы находимся в четвертом круге, а четвертый круг это эмоциональный круг. наша будущая эволюция будет все больше упорядочивать и организовать наши эмоции и далее развивать нашу свободную, интеллектуальную, интеллектуальную и духовную природу. Итак, много об эволюции, теперь немного об обучении. Хотя все мы люди, все мы находимся не на одном уровне человеческого развития. Наша частичная человечность развивается по степени своей полноты и незавершенности. Тем не менее, существует своего рода средний уровень человечества, от которого большинство из нас лишь немного отходит. И как бы ни были велики различия между нами, знаете, это интересный факт, что люди в группе больше осознают различия между собой, чем сходства. Требуется, чтобы кто-то вне группы взглянул на группу и увидел, насколько люди в ней схожи. Обычно американцы думают, что в рамках, в разных частях страны они разговаривают очень по-разному. Да, есть акцент Новой Англии, южный акцент, акцент Среднего Запада, и знаете, американский английский чрезвычайно разнообразен. Если вы приехали из-за пределов Америки и слушаете американцев, у вас складывается такое впечатление. Обычно они думают, что все американцы говорят абсолютно одинаково. Итак, люди внутри группы видят различия, люди вне группы видят сходства. Хотя мы думаем о себе как о очень сильно отличающихся друг от друга, в то время, как на самом деле мы все очень схожи, тем не менее, некоторые человеческие существа действительно продвинулись дальше остальных в достижении полного человеческого роста. Это святые, мудрецы, индуистские риши, тибетские чаханы, конфуцианские ренды, просветленные существа среди нас. В их число входят наиболее известные учителя человечества, такие как Будда, Христос, Зороастр, Конфуций, Платон и так далее. В их число также включают менее известных и несколько менее продвинутых последователей этих величайших. В теософической традиции эти продвинутые люди все вместе называются махатмами, санскритский термин, означающий великая душа. Или их называют мастерами или учителями. Это те, кто усвоил уроки жизни и таким образом имеет право быть школьным учителем в искусстве жизни, указывая остальными на спуть к мудрости. Это учителя, как видно из цитаты Алькота, с которой я начал эту беседу, эту проповедь, указывают на то, что они не являются сверхъестественными существами. Но вместо этого они, как говорит Алькотт, наши смертные собратья, более мудрые, открытые, бесконечно более продвинутые, чем мы, но только потому, что они пошли дальше, чем мы на обычном пути человеческой эволюции. туда, когда они ушли, мы можем следовать. Теми, кем они являются, мы можем стать. Часть их роли состоит в том, чтобы помочь нам стать такими, как они. Они наши старшие братья, которые по-братски заботятся о нашем благополучии. В существовании таких учредителей вряд ли можно сомневаться. История человеческих культур по всему миру записывает их и их работу. Исключительно талантливые, знающие и успешные люди существовали везде и во все времена и были вообще признаны своей исключительностью. Что особенно теософично, так это не признание существования учителей, а объяснение того, чем они отличаются от нас и их роль в историческом процессе эволюции. Также теософическая традиция гласит, что некоторые из этих учителей оказали влияние на основание теософического общества. На самом деле, говорят, что они являются действительными внутренними основателями общества, которые вдохновили Елену Петровну Блаватскую и Генри Стилла Алькотта стать его внешними основателями, которые разными способами направляли этих двоих в их работе для человечества через общество. И Блаватская, и Алькотт утверждали, что находятся в контакте с учителями, внутренними основателями, работая для достижения их целей в мире. Блаватская и Алькотт были по существу скромными людьми. Они не претендовали ни на авторитет, ни тем более на свою непогрешимость. Оба они совершили множество ошибок в своей жизни, что, я думаю, является большим утешением на самом деле. Более того, они также не претендовали на непогрешимость или окончательный авторитет самих учителей. Быть мастером-учителем, будь то во внешнем светском мире музыки или науки или любого другого предмета или во внутреннем священном мире духовного стремления. Само нахождение в статусе такого мастера не защищает от ошибок. Все люди, даже продвинутые, продвержены человеческим ошибкам. Но мудрые, вероятно, делают меньше ошибок, чем глупые. и лучше разбираются в том, как корректировать себя. Отсюда следует, что и Блавацко, и Элько до некоторой степени направлялись их учителями, с которыми они находились в личном контакте. Это руководство обычно не было подробным или конкретно направленным. Это касалось целей, которых необходимо достичь, а не методом их достижения. оно было стратегическим, не тактическим. Мудрый учитель не говорит ученику, как именно что-то делать, потому что каждый из нас в чем-то уникален. И то, что хорошо работает у одного человека, совершенно не работает у другого. Таким образом, каждый из нас должен обнаружить, как мы можем наилучшим образом достичь целей, к которым стремимся. Более того, приложение усилий в самостоятельном обучении что-либо делать, гораздо полезнее и долговечнее, чем просто слепо следовать набору предписаний. Учителя, как и все мастера учителя, не диктуют, они вдохновляют. И далее Алькот и учителя. Бавадская имела некоторый контакт с учителями с детства. Следовательно, она смотрела на них, как на обычную часть своей жизни. Она целала к ним, но не обсуждала их подробно и не записывала свои конкретные отношения с ними. С другой стороны, Алькот узнал об учителях относительно поздно в своей жизни. В результате того, что он встретил Бавадскую в 1874 году, когда ему было 42 года. Так что для него знания, общения и взаимодействия с учителями были весьма замечательными и заметными событиями. Как следствие, он отмечал такие события сначала в своих личных дневниках, а затем он публикует эти отчеты в листах старого дневника. Автопиографические записи Алькотта, листы старого дневника о его контактах с учителями, представляют собой интересную личную историю одного человека, который встретил учителей. Цель оставшейся части данного доклада заключается в том, чтобы привлечь ваше внимание к тому, что полковник Алькотт говорил об учителях и его отношениях с некоторыми из них. Потому как этот год, год столетия со дня смерти Алькотта 17 февраля и 175-летия со дня его рождения 2 августа. И из-за выдающейся важности в его жизни его контактов с учителями уместно рассмотреть эти контакты более детально. Блаватская не сразу сообщила Алькотту о существовании учителей. Она делает это постепенно. Как сам он говорит «Мало HPB сообщало мне о существовании восточных одетов и их силах». Через Блаватскую сначала Алькотт начал переписку с учителями. Он говорит, что многие из этих писем я сохранил моей собственной подписью даты их получения. Письма продолжались на протяжении большей части его жизни, часто при обстоятельствах, которых отношения. Однако общение Алькотта с учителями не ограничивалось перепиской. Он описывает свой первый непосредственный личный контакт с одним из следующих образом. Это будет длинная цитата из работы «Листы старого дневника». Скажу предваряя, что мы всегда думаем об Лавадской как об авторе и тайной доктрины, и разоблаченной Эзидой. И, конечно, она такова и была в широком смысле, но в ее работе над обеими книгами ей очень помогали находящиеся с ней рядом. И в случае с разоблаченной Эзидой ей очень помогал Алькотт. Они вместе работали над Эзидой. Итак, вот что он говорит. «Наша вечерняя работа над Эзидой была закончена, и я пожелал ей спокойной ночи и удалился в свою комнату. Как обычно, закрыл дверь, усевшись за чтение, я закурил и вскоре был поглощен своей книгой». Я спокойно читал, сосредоточив все свое внимание на книге. Ничто в вечерних событиях не подготовило меня к встрече с адептом в его астральном теле. Я этого не желал, не пытался вызвать свое воображение, или, по крайней мере, не ожидал этого. Но вдруг, когда я читал, чуть отвернул плечо от двери, блеснуло ничто белое в уголке моих глаз. Я повернул голову в изумление, уронил книгу и увидел возвышающегося надо мной огромного роста восточного человека, одетая в белые одежды и в головном уборе или тюрбане из янтарной полосатой ткани, вручную вышитой желтым шелком. Он сказал мне, что от меня одного зависит, будем ли мы с ним часто встречаться в этой жизни как соработники на благо человечества. Внезапно мне пришла в голову мысль. Что если это всего лишь галлюцинация? Что если HPB наложила на меня чары? Хотел бы я иметь какой-либо материальный объект в качестве доказательства, что учитель действительно был здесь? Что-то в моих руках после его ухода. Учитель ласково улыбнулся, как будто прочитал мою мысль. Он развернул тюрбан со своей головы, оцелютовал мне на прощание и ушел. Только на столе остался лежать вышитый платок, осязаемое и неприходящее доказательство того, что я лицом к лицу встретился с одним из наших старших братьев человечества. Итак, этот контакт, о котором пишет Алькот, был астральным, не физическим. И все же оставшийся тюрбан был осязаемым физическим напоминанием об этом визите. После того, как Алькот переехал в Индию, другие контакты с учителями, по-видимому, происходили исключительно на физическом плане. Среди наиболее заметных из них был инцидент в Лахоре, когда два дня подряд Алькот и его компаньона Уильяма Брауна посетил учитель, которого Алькот знал как Кей Эйч. И, кстати, оба написали отчеты об этом по отдельности. Во второй вечер Алькот ждала заранее назначенная встреча с учителем, о которой он сообщает. Я слышал его шаги, потому что это были не призрак, а человек во внешнем теле. Я подошел к нему, мы отошли в безопасное место на некоторое расстояние, где нам никто не мешал. А затем, около получаса, он рассказал мне то, что я должен был знать, и что не касалось третьих лиц, с тех пор, как эта глава «История общества» была давно закрыта. Не было никаких чудес во время интервью, никаких магических кругов, начерченных на земле, никаких зажженных ламп, расставленных вокруг нас, горящих стальным голубым пламенем. Просто две мужчин разговаривали вместе. Встреча и расставание по окончанию разговора. Позже в жизни Алькота его связь с некоторыми учителями кажется стало настолько тесной, что он больше не нуждался ни в письмах, ни в телесном контакте, будь то астральный или физический контакт. Вместо этого Алькот считал, что находился в телепатическом контакте с учителями. Так Алькот рассказывает о следующем событии, которое произошло в его 60-летнем возрасте. Незадолго до расцвета 10 февраля 1892 года я получил с помощью яснослышания заметьте, через год после смерти Блаватской я получил с помощью яснослышания очень важное послание от моего гуру. Его впечатляющее значение усиливалось тем, что он говорил мне вещи, которые совершенно противоречивали моему собственному убеждению и, следовательно, не могли быть объяснены как случай самовнушения. В этом отношении сообщения Алькотт было высказано шесть вещей, некоторые из которых касались конкретной информации в последствии оказавшейся достоверной. Первое из шести, однако, было особенно удивительным. Это касалось того, что его посланник, посланник учителя в скорости должен прибыть, которого Алькотт должен быть готов встретить. Алькотт был очень впечатлен этим предсказанием. Поэтому, хотя ему не сказали ни имени человека, ни времени его или ее прибытия, он хранил дорожную сумку, упакованную целых полтора года, так, что он был готов отправиться на встречу в любой момент. Но за все это время никакого продолжения не последовало. Алькотт писал, поскольку по этому вопросу больше ничего не было слышно, я, естественно, пришел к мысли, что, возможно, меня ввели в заблуждение условия сообщения. Алькотт отбросил это из своей головы. Но два года спустя, когда он сопровождал Анни Безонт в туре с лекциями по Индии, он сообщает следующее. Знакомый голос снова заговорил, когда я лежал в состоянии между сном и бодрствованием. И он сказал, «Это тот посланник, о котором я говорил тебе, быть готовым его встретить. Теперь исполни свой долг». Удивление и восторг были таковы, что сразу же втянули меня в состояние бодрствующего физического сознания. И я обрадовался, думая, что еще раз получил доказательство возможности получить достоверные сообщения от моего учителя в моменты, когда я не мог подозревать их в том, что они являются результатом самовнушения. Развитие отношений Миссис Бесос с нашей работой в Индии было для меня наилучшим доказательством того, что она действительно является агентом, выбранным для того, чтобы возрастить семена, которые были посеяны HPB и мной в течение предыдущих 15 лет. Интересно, что есть некое письмо без даты к AP Синнету от учителя KH, которое включает в себя следующее предписание учителя к мистеру Синнету. Тем временем приложите все усилия, чтобы развить такие отношения с Аннебезом, чтобы ваша работа могла идти параллельно и в полной симпатии. Это письмо предположительно датировано редактором хронологического издания Весентом Хаочином Младшим, как написанное в 1884 году за 10 лет до события, описанного выше Алькотом и за 5 лет до того, как Безон присоединилась к теософическому обществу. Редактор комментирует, что письмо по-видимому указывает на то, что мастер KH заранее знал ее роль и ее будущую работу в теософической работе. Ясно то, что определения Алькотом о Небезом как преемнице его и Блаватской в Индии и в мире были полностью точными. Более того, это отождествление, которое Алькот предписал своему учителю очевидно было предвосхищено десятью годами ранее другим из старших братьев. Итак, что нам делать с такими сообщениями, из которых те, что я привел здесь, являются лишь несколькими примерами? Что это были за письма? Астральные явления, физические контакты, телепатические сообщения, были ли все они просто обманом и воображением, или они были тем, что Алькот считал истинными контактами с развитыми человеческими существами, которые использовали его для продвижения своей работы в мире? Существуют ли на самом деле учителя, о которых говорили Алькот и Блаватская? Был ли Алькот в контакте с ними, как он думал? Ответы на эти вопросы не могут быть подкреплены окончательными объективными доказательствами. Вместо этого, такие ответы зависят от наших исходных предположений о том, что возможно и что невозможно. Те, кто обладает чисто материалистическим мировоззрением, отвергнут любую возможность того, что убеждения Алькот верны. Они также отвергнут всю теософическую традицию отройственной эволюции материи, интеллекта и духовности. Так же, как и теософическую традицию об учителях, как о развитых человеческих существах. Точно так же те, кто убежденно верят в любую фундаменталистическую религию любого вероисповедания, а фундаменталисты есть в каждой религии мира. Мы больше всего знакомы в этой стране с христианским фундаменталистами, и в последнее время мы много говорим об исламских фундаменталистах, но удивительно, что имеют место быть и индуистские фундаменталисты, и даже удивительно буддистские фундаменталисты. И мне неприятно говорить вам это, но есть даже теософические фундаменталисты. Несколько лет назад очень важный ученый из Чикагского университета, который провел длительное исследование фундаментализма во всем мире, и всех его разновидностей выступал здесь с этой самой трибурью, где он определял фундаментализм и в конце своего определения говорил, «Конечно, теософических фундаменталистов быть не может». Боюсь, по аудитории пробежал небольшой смешок. Хорошо. Те, кто является фундаменталистами в любой религиозной традиции, любого вероисповедения, отвергнуты теософическую традицию, как еретическую и проклятую. теософия существует как третий путь между научным материализмом и религиозным догматизмом. Теософисты придерживаются теософии. Большинство теософистов придерживаются теософии не как безошибочного утверждения абсолютной истины, а как взгляда на жизнь, внутренне непротиворечивого, основанного на опыте и прагматически полезного. Генри Стил Алькот прожил свою жизнь в соответствии с такой точкой зрения. Мария Сек, которая в конце его жизни служила его секретарем, записывает, что 3 февраля за две недели до своей смерти Алькота посетили четверо учителей, которые пришли сказать ему, что его работа окончена и поблагодарить его за это. За день до этого визита Алькот продиктовал и подписал свое последнее послание. И вот, что он надиктовал. «Мои возлюбленные братья в физическом теле, я прощаюсь с вами. В память обо мне продолжайте великую работу по провозглашению живого братства религии. моих возлюбленных братьев на высших планах я приветствую и иду к вам. Умоляю вас помочь мне убедить всех людей на земле, что нет религии выше истины и что в братстве религии лежит мир и прогресс человечества». Так говорил человек, встретивший своего учителя Генри Стил Алькот. Спасибо. Спасибо.